Друзья, всем тройной джетелевский привет! Вы на канале для взрослых и адекватных людей. Я надеюсь, что вы уже нашли время и посмотрели первые две части про технологию джетель и секреты ее базовых масел. Потому что сегодня у нас будет заключительная третья часть. И посвящена она великому, ужасному и беспощадному для вас и вашего двигателя маркетингу. Но вы же уверены в том, что рекомендации, какое масло лить, пишут только самые умные и самые талантливые инженеры, которые провели тысячи тестов и подобрали для вас самое лучшее масло. Если так, то, друзья, у меня для вас плохие новости. В этом видео я расскажу, как на самом деле выглядит процедура выбора поставщика масел на конвейерную заливку и как получить право поставщика АЕМ масел. А на примере культового автомобиля Nissan GTR мы рассмотрим пример того, что туда рекомендуют лить маркетологи, а что японские инженеры. Готовы? Тогда начинаем. Кто смотрел мое видео про программируемое старение автомобилей, тот знает, что еще с середины 2000-х годов ресурс большинства узлов и агрегатов рассчитывается таким образом, чтобы эксплуатировать авто по окончанию гарантии было максимально невыгодно. Более того, бизнес по производству автомобиля устроен так, что сам автопроизводитель практически ничего не производит. Кроме кузова автомобиля он осуществляет финальную сборку, а вся компонентная база отдается на аутсорсинг. А выигрывает та компания, которая сделает лучшее предложение по критерию цена-качество. И мы уже давно перестали удивляться тому, что наш Лукойл в России разливают в канистры АЕМ масел таких мировых брендов, как Subaru, Mercedes, Volkswagen и многих других. Кроме того, Лукойл является поставщиком масел на конвейер большинства автозаводов не только в России, но и стран СНГ. А еще для продвижения своей продукции в Европе Лукойл в 2013 году покупает у австрийской компании завод по смешиванию масел, а также подразделение по дистрибуции готовой продукции в 9 странах Европы. Для чего нанимает на развитие данного направления шишку из самого Mercedes-Benz. Поэтому неудивительно, что через пару лет в европейские СМИ просочилась информация о том, что Лукойл стал поставлять масло на конвейер Mercedes-Benz в Германии, а также в грузовики и автобусы Man, Track & Bus. И данный факт почему-то считается подтверждением исключительной крутости продукции. Наверное, потому что инженеры озвученных автогигантов провели просто невероятное количество времени над изучением и тестированием гидрокрекинговых масел от Лукойла, после чего признали только их типовые рецептуры самыми крутыми на планете. И в идеальной картине мира, наверное, так бы оно и было, но в реальности все происходит совершенно не так. По мере развития канала ко мне обращаются подписчики, работающие совершенно в разных сферах, в том числе в смазочной индустрии и в автомобильной. Так вот, один из них это руководитель, имеющий отношение к утверждению производитель масел на право быть поставщиком оригинальной АЕМ-продукции, а также быть прописанными в инструкцию по эксплуатации в гарантийный период автомобиля. И вот что он мне сообщил. Первый ключевой параметр, который рассматривается, это ценовое предложение. Выбирают самую низкую цену продукта, который соответствует минимальным требованиям. Не самое качественное, как думают фанаты оригинальных масел, а зачастую самое-самое дешевое. При изготовлении АЕМ-продуктов производитель масел готов работать на уровне минимальной маржинальности из-за огромного маркетингового эффекта. Далее идет рассмотрение маркетингового и рекламного бюджета. Куда входит совместная спортивная команда, выставки, презентации, акции, реклама, продвижения, обучения, оформления точек продаж, разного рода мерча. Это баннеры, флаги, стойки, ручки, кружки, одежда, наклейки, фото с девочками. И вся вот эта вот веселая история. И как вы понимаете, такие бюджеты просто огромны. Это безумно дорогое удовольствие. Поэтому работать по смазочным материалам с автопроизводителями сможет только мировой гигант, у которого есть на это деньги. Последнее и главное, что согласовывать с потенциальным брендом первой заливки, готов ли производитель масел взять на себя гарантийные обязательства на время действия контракта, обычно это как минимум 5 лет, если по вине масла двигатель выйдет из строя. Означает это то, что любые работы, связанные с рассмотрением всех случаев выхода двигателя из строя, где первопричиной поломки будет являться моторное масло, берет на себя именно производитель масла, а не завод-изготовитель автомобиля. И вы скажете, Артем, ну это же довольно логично. Друзья мои, это очень логично, но тогда получается, что производителю автомобилей вообще наплевать, какого качества будет залито масло. Понимаете? Даже если что-то произойдет, то все затраты и работы компенсирует производитель масла, который вам тут же выкатит экспертизу, что ездили вы неправильно, радиаторы у вас были грязные, бензин вылили самый ужасный, и вообще было масляное голодание, потому что вы за маслом не следили, и соответственно масло тут вовсе не при чем, не гарантийный случай. Хотя не будем далеко ходить, я думаю многие помнят, как много лет наши официальные дилеры во все авто абсолютно разных марок заливали масло 5W50 от мирового производителя. Все об этом знали, но никто ничего не предпринимал, потому что был подписан контракт лить 5W50. И вообще фиолетово всем было до того, что в эти двигатели инженеры рекомендовали лить совсем другие вязкости. И кто-то обязательно скажет, Артем, а как же поддержание репутации бренда? Это же очень важно, а? Друзья мои, очнитесь, вам мало дизельгельта, фольксвагена в Америке? Истории с банкротством мирового производителя подушек безопасности Токата и банкротств некоторых автомобильных брендов до таких примеров полно. Посмотрите, какие сейчас автомобили выезжают с конвейера, с ржавчиной, с дешево отваливающейся пластиковой шумкой и так далее. Какая в наше время нахрен репутация? Всем плевать. Главное прибыль и отсутствие перспективы банкротства. Все равно купите то, что вам продадут. Вариантов ТОС нет. Более того, этот же подписчик сообщил, что как-то у них на заводе запросили очень низкую цену на моторное масло уровня 10W30. Когда производитель масла сказал, что это будет очень посредственный продукт, ну прям очень низкого качества, то руководство автоконцерна ответило, Ребят, нам главное, чтобы авто выехал с завода и проехал до первого ТО. А дальше разберемся. Ну, наверное, поэтому в России появилось нулевое ТО, где вам советуют поменять якобы специальное обкаточное масло на нормальное. Ну вот скажите, где еще в мире есть такое, а? Покажите. Специальное обкаточное масло. Если вы такое услышите, держите в уме, что это значит самое-самое дешевое. Я, честно говоря, был в шоке от такой информации, но при чем тут житель масла, спросите вы. А вы думаете, только у нас такая история с выбором поставщика масел? Да точно так же поступают и зарубежные заводы, которые в инструкции по эксплуатации прописали масла на джетель основе. Посмотрите, что из себя представляет оригинальное масло немецкого бренда при прожарке, которое изготовлено на джетель основе. Что это за отложения, мы подробно разбирали во второй части видео. И теперь скажите, как? Как такое масло можно заливать в высоконагруженные, высокотемпературные и высокофорсированные турбированные немецкие двигатели? А потом начинаются песни, что, мол, немцы – это ломучье ведро и вот это вот ла-ла-ла. Более того, нам приводят в пример, что даже Феррари и Мазерати гоняют на джетель маслах, а также довольно мощные автомобили в Аг-группы, у которых в инструкции по эксплуатации четко прописаны бренды на джетель основе. А раз его рекомендуют в заряженные тачки и суперкары, то лучше ничего быть не может. Ну а теперь мы отложим в сторону рекламные буклеты и будем рассуждать объективно. Во-первых, во второй части ролика мы выяснили, что Шаттл для Феррари и Мазерати и иных премиальных брендов производят масла на отдельном мини-заводе в Гамбурге. Здесь производятся масла для Формулы 1, для Феррари. И, конечно же, в комментариях появились диванные владельцы данных брендов с язвительными комментариями. Поэтому для вас поясняю, как выглядит эта схема в реальности. Шаттл на своем мини-заводе для премиальных брендов, выпускающих автомобили ограниченными партиями, продает в фирменных бочках несколько иное масло, которое отличается от того массового продукта, который прописан у них в инструкции по эксплуатации. Данное масло, как и масла других АЕМ-производителей, поступает в официальные дилерские центры, где и производят замену масла при очередном ТО Феррари, либо Мазерати, либо иного премиального бренда. Конечно, владелец Феррари в случае экстренной необходимости может приобрести в любом магазине товарное масло, которое указано в его инструкции по эксплуатации, которое якобы подходит для его двигателя. Мне кажется, вы все еще не верите. Тогда я предлагаю ознакомиться с мнением настоящего владельца Феррари, который решил сменить дилерское масло на товарный рекомендованный Шаттл, благодаря которому через 800 километров падает давление в системе смазки и загорается аварийный индикатор критического давления масла в системе. Конечно же, владельцу Шаттла рекомендуют ехать на замену к официальному дилеру, где тот в свою очередь зальет специальное масло из фирменной бочки, которое и разливают на отдельном мини-заводе в Гамбурге. Что это за масло и насколько серьезно оно отличается от гражданского товарного масла, наверное, никто из нас и никогда не узнает. Но именно так, вероятнее всего, и выглядит схема поставок АЕ масел для премиальных брендов от Шаттла. Владелец же тем временем связался с представительством, уточнил, где можно купить неподдельное, обычное товарное масло Шаттл, которое прописано в инструкции, и сменил его еще раз. Ну, мало ли, вдруг подделка попалась. Но чуда, к сожалению, не произошло. Через 800 километров опять загорается лампа низкого давления масла в системе после покатушек, на что официальное представительство Шаттла советует владельцу ехать в сервис и чинить двигатель. Кстати, двигатель этой Феррари чудесным образом самоизлечился при замене масла на нерекомендуемое и отлично до сих пор себя на нем чувствуют. Чудеса. И, кстати, таких примеров довольно много. Во-вторых, Феррари и Мазерати, другие спортивные автомобили, это тачки выходного дня, не на повседнев. За всю жизнь на них проезжают несколько десятков тысяч километров, а гоняют на треки и того реже. Даже если что-то и засрется. Вы думаете, что в сервисную зону пустят богатого клиента? Дружище, вот твоя Феррари на подмену и вперед домой. Поэтому аргументация о том, что качество G-Tel Masel проверено инженерами дорогих брендов, это все сказки для бедных. Друзья, я вам рассказал, как выглядит реальная ситуация с выбором поставщика масел на конвейерную линию. И ваше право верить этой информации, либо нет. Но вы мне скажете, окей Артем, на Феррари мало ездят, да еще и на специальном масле. С BMW и так все понятно, там производителю вообще пофиг что заливать. Но вот же есть японский Nissan GTR, в мануале которого написано, что двигатель разрабатывался под использование G-Tel Masel Mobile 0W40. А ведь Nissan GTR на минуточку, это один из самых массовых спорткаров на каждый день и на нем действительно наваливают, как в последний раз. Что ты скажешь на этот увесистый аргумент? Друзья, что я скажу? Скажу, что я еще больше стал любить этот действительно культовый автомобиль, двигатель которого оказывается настолько уникален, что разработан исключительно под определенный продукт определенного бренда масел. Вот это поворот. Вот скажите мне, как? Просто как можно поверить в то, что двигатель автомобиля разрабатывался под конкретного производителя масел и его конкретный продукт? Честно сказать, когда я такое услышал, я чуть со стула не рухнул. А если завтра закончится контракт и придет новый производитель масел? А если Mobile завтра возьмет и перестанет выпускать рекомендуемое 0W40? Ну что тогда будут лить владельцы в свои Nissan GTR? Наверное, произойдет срочно отзывная кампания производителя по замене двигателя на новые, разработанные исключительно под новое масло, ну либо выпустят протокол ретроактивности, где скажут, что мы придумали еще более крутое масло, и всем владельцам Nissan GTR нужно лить исключительно его. Вы знаете, я всегда удивлялся людям, которые верят бумажкам. Для них информация, напечатанная на рекламном буклете, является самым убедительным аргументом. Ну не могут же мировые гиганты обманывать, не могут. Вот здесь вот написано. В общем, как вы понимаете, маркетологи могут удивлять неокрепшие умы. А мы давайте разберемся с этим интересным моментом и уникальным двигателем Nissan GTR. Давайте внимательно рассмотрим мануал Nissan GTR 2021 года. Действительно, в мануале многократно, просто нереальное количество раз приводится информация о том, что рекомендованным маслом является Mobile 0W40 на GTL. Но самое интересное дальше. Если читать мануал очень внимательно, а не как обычно, то вот что вы там увидите. Я переведу. Замена моторного масла на Motul Nismo Competition типа 2193E5W40 рекомендуется для частых поездок с высокой производительностью. Это что же получается? Что те самые настоящие и умные японские инженеры подстраховались и написали, что если у вас частая агрессивная манера вождения, то вам нужно совершенно иное масло. Ну, например, Motul Nismo Competition. Более того, мы нашли Nissan GTR, который гонял на официальном GTL Masley Mobile 0W40. И посмотрите, что стало с его движком в плане отложений. Субтитры создавал DimaTorzok Про то, что он развалился на 60 тысячах, даже обсуждать не будем. Ездят на них не за хлебом, возможно, всякое. А вот отложения, так сказать, налицо, ну а в нашем случае в двигателе. А может быть такое, что масляные каналы были забиты сгустками полимера, о котором я говорил во второй части, что и привело к масляному голоданию со всеми вытекающими последствиями. Кто знает, вполне возможно. Но вы только посмотрите на эту черноту. Вам не вспоминаются никакие колбочки с прожарками масел с аналогичным пейзажем? В целом, это в очередной раз подтверждает то, что процесс примитивной прожарки масла на плитке косвенно, но все же можно сравнить с эксплуатацией масла при работе в температуронагруженном двигателе. Более того, хваленая термостойкость GTL, низкая испаряемость, высокая вспышка, которые так красиво выделяются на бумаге, по факту не справляются в тяжелых условиях эксплуатации, а тот самый полимерный загуститель, просто в огромнейших объемах, просто-напросто засирает весь двигатель. А теперь давайте перенесемся в Японию и посмотрим, что же у себя на родине рекомендуют лить сам производитель Nissan в свою Годзиллу. Переведу. Сказать, что моторное масло 2193E5W40 было разработано специально для двигателя VR38D, не будет преувеличения. Это масло выросло вместе с этим двигателем, и его разработка была направлена на использование в спортивных состязаниях с высокими эксплуатационными характеристиками. Испытано в 2008 году Takachi 24 часа использовалась в Nissan GTR Nismo RS и Nissan GTR Club Track Edition и участвовала в гонках 24 часа в Нюрнбург ринге. Вот это шок-контент. И что? И под это масло Nissan тоже разработал уникальный двигатель. Мало того, что это другой производитель масла, был мобайл Сталматюль, так и вязкость уже не 0W40, а 5W40. Получается, в мире есть как минимум два разных двигателя для Nissan GTR, которые разработаны для двух разных масел. Владельцы, смотрите, не перепутайте. Друзья, ну что я могу сказать? Либо Nissan настолько крутая и богатая корпорация, что под каждое масло может разрабатывать уникальные двигатели, либо все, что написано в инструкции по эксплуатации, нужно считать полной ересью, кроме рекомендованного именно инженерами, а не маркетологами масла, Матюль Nissan Competition. Видите, как только вопрос касается температуры нагрузок, инженеры Nissan выбирают вместо GTL масел как минимум Матюль на гидрокрейтинге и точка. Еще инженеры Nissan подстраховались по температуре масла и пробегу. Смотрите, как интересно. Замена масла допускается через 10 тысяч километров при условии, если температура масла не превышала 110 градусов в случае. Коротких поездок не более 8 километров при нормальной температуре окружающей среды и не более 16 километров при низкой температуре. Движений в пробках, в жаркую погоду или низкоскоростной езде на большие расстояния. Вождение в пыльных условиях или неровных, грязных или засоленных дорогах. Помним, что при этом температура не должна превышать 110 градусов. Почему это важно? Инженеры Nissan не зря выделили целый пункт, касающийся рекомендации по температуре. Если температура меньше 110 градусов, то замена через 10 тысяч. Если температура от 110 до 130, то через 5. А если температура превысила 130, то срочно замена масла. А теперь еще раз посмотрите на температуры, которые показывают масла на разных базах при тестах на машине трения ИИ-5018М. Именно о колоссальной разнице в теплопроводности разных базовых масел я и говорю в последний год. И что это один из самых важных параметров, о котором вообще никто никогда не задумывается. Но мы возвращаемся к нашему спорткару. По сути, на этом прекрасном примере мы видим, что в боевой спорткар заливают масло, которое для него вообще не предназначено. Поездки не больше 8 километров летом и температура, чтобы не выше 110 градусов. Да это для этого автомобиля прогулка на круизе и полный позор. Получается, вы покупаете заряженный Nissan GTR, но эксплуатировать вам его по инструкции предлагают на заводском масле, как на каком-нибудь овощном Hyundai Solaris. Следите за температуркой и чтобы не больше 8 километров. А хотите погонять, меняйте масло на другое. Иначе, а иначе, друзья, вас предупреждали без обид. При этом я уверен, что владельцы Nissan GTR, как и большинство из нас, даже и не найдут то, что я вам только что сейчас зачитал. Они же уверены, что инженеры подобрали отличное масло и будут беспощадно эксплуатировать данный болид, так как он был рожден именно для высокоскоростной динамичной езды. А потом мы видим моторы, которые начинают есть масло и то, как они разваливаются на смешных пробегах. Поэтому, друзья, если у вас современный температуронагруженный двигатель, где масло греется свыше 100 градусов, а это, напомню, практически все современные автомобили, подумайте, нужна ли вам такая лотерея с маслом, где содержится такое огромное количество полимерного загустителя, который в случае чего развалится и загадит какой-нибудь маслоканал. Не верите мне? Послушайте инженеров Nissan GTR. Безусловно, маркетологи мобайла и шаттла не зря едят свой хлеб. Они успешно продавили свой продукт. А инженерам теперь приходится изворачиваться и писать нужную информацию там, где вы ее никогда не найдете, чтобы им потом не прилетело по массовым жалобам от клиентов. И это еще одно подтверждение моих убеждений, что GTL масла не держат нагрузки. А теперь я снова предлагаю взглянуть на инструкцию по эксплуатации Nissan GTR, но уже от 2017 года. А вот тут как раз и нет упоминания про масло Матюль. Но возникает вопрос, почему? А все потому, что именно в 2017 году мобайл перевел свою линейку на шаттловский GTL со своего гидрокрекинга весом, о чем сразу же узнали форумчане Oil Club через анализ новых масел. Но контракт-то заключался годом ранее, когда рецептура мобайла еще была прежней на собственном гидрокрекинге весом. Производителю Nissan теперь не менять же выпущенные согласованные инструкции по эксплуатации. А вот уже спустя три года после очередного рестайлинга Nissan GTR и полученного негатива от владельцев, производитель Nissan в новой версии инструкции по эксплуатации от 2021 года уже внес корректировки по маслу и добавил мотюль для эксплуатации своего автомобиля по его прямому назначению, а не круизных поездках на GTL от мобайла. Сделали это по настоянию инженеров. Вот оно как интересно получается, нужно только внимательно прочитать и разобраться. Друзья, теперь вы полностью знаете мое мнение по маслам, изготовленным на GTL основе. На данный момент я считаю, что GTL это недоработанная технология. Если у вас спокойная манера вождения, слабенький двигатель, вы никогда и никуда не торопитесь и меняете масло исключительно через пять тысяч километров, то вам масел на GTL основе хватит за глаза. Хотя согласно опросу того же Oil Club разницу по угару на маслах GTL большинство даже и не заметило. Ну а как же невероятно низкий ног, сверхвысокая вспышка у GTL масел, ну вот почему разницы то нет. Поэтому выбирайте проверенный временем и мировыми объемами продаж гидрокрекинг, как хорошую альтернативу. А вот если шаттл введет аналогичную гарантию на свои масла, как в Америке сделала его дочка Пензол, то без вопросов все переходим на GTL масло. Но если у вас современный, высокотемпература нагруженный двигатель, да еще и турбированный, рассмотрите иные базы от греха подальше. Вы знаете, я лишний раз убедился в том, что миром правит беспощадный маркетинг и желание в получении сверхприбылий мировыми гигантами. И еще в том, что на текущий момент масла на PAO плюс STR так и остаются непревзойденными по своим эксплуатационным характеристикам. Таково мое мнение и на текущий момент оно останется неизменным. Спасибо всем неравнодушным подписчикам за инсайдерскую информацию, поддержку. Аудитории спасибо за просмотр. Парни, берегите себя, берегите своих близких, любите свои автомобили так, как любим их мы. Скоро увидимся. До новых встреч!